Библейский портал экзегет.ру представляет уже личных отношений. Ну, если с Судомом мы можем еще сказать, что, ну, вот они язычники, поэтому израильтяне с ними воюют и хотят, скажем, показать им, что Господь — единый настоящий Бог. А в 108-м вот прям не хочется его читать. Вот честно скажу, не хочется, потому что это про личных врагов, и у христиан принято совершенно другое к ним отношение. Ну, давайте попробуем прочесть, не пытаясь навязать людям, которые жили 3000 лет назад или около того, нашу нынешнюю мораль, да, не пытаясь сделать вид, что никакой дистанции нет. И поймем, что в этом псалме сказано. Начальнику хора — псалом Давида. Ну, у нас таких подзаголовков давно уже не было, правда, 107-й предыдущий псалом Давида. И не очень понятно, здесь вот какие-то конкретные подробности про Давида не названы. Может быть, это псалом, посвященный Давиду, псалом, связанный с Давидом, псалом от имени царя Давидовой династии. Ну, мы точно этого не знаем, а вот знаем, что здесь Давид вот такая фигура, которую можно себе представить. «Боже, Тебе моя хвала, не молчи! Устал живые, злобные рты раскрылись на меня, язык коварный со мной говорит, слова ненависти окружили меня, беспричины на меня нападают. За мою любовь ненавидят меня, я в ответ только молюсь. За мое добро отплатили мне злом, за враждую и враждую за дружбу». Ну, псалом длинный, поэтому я почитаю, прочитаю. Вот это начало очень хорошо, понятно, оно часто приходит в голову. Да, вот бывают такие люди, бывают такие состояния. Иногда, может быть, мы даже преувеличиваем и видим вот эту вот вражду там, где ее на самом деле нет, но мы хорошо понимаем, что это такое. А вот дальше начинается. «Боже, предай его в руки злодею, обвинитель, да встанет по правую руку его, пусть будет он осужден в суде. Молитва его, да будет во грех. Пусть будут короткими дни его, а место его займет другой. Пусть станут сиротами дети его, а жена его станет вдовой. Пусть скитаются нищими дети его, и выпрашивают подаяния из развалин своих. Пусть возьмет ростовщик все, что есть у него. Пусть чужие разграбят все, что сделал он. Пусть никто не поможет его и не пожалеет сирот его. Да будет род его обречен, пусть потомки забудут имя его. Пусть помнит Господь грехи его отцов и не забудет грехи его матери. Я бы еще не хотел когда-либо так молиться о любом человеке. Вот неважно, о самом большом негодяе. Я не хочу молиться о том, чтобы его дети стали сиротами, и никто их не пожалел. Но давайте обратим внимание. Обвинитель встанет по правой руке, и его пусть он будет осужден в суде. Все-таки в самом начале этой молитвы псалмопевец говорит о суде, а не о произволе. Не о том, что кто-то придет. Правда, есть придай его в руки злодея, но это как бы сразу проскочило. А дальше вот подробно про суд. Пусть будет восстановлена справедливость. И что очень важно, он говорит, Боже, сделай это. А вот как в предыдущем псалме, Боже, если ты не победишь и дом, кто его победит? Так и здесь, Боже, если ты не обвинишь, не осудишь злодея, который на меня ополчился, напал, кто его осудит и победит? Не я. И вот Давид, между прочим, в своей жизни поступал подобным образом. Дважды, как рассказывает вторая книга царств, Саул был у него в руках, его преследователь, его царь. Давид мог подкрасться и убить его незаметно. Он подкрадывался, но не убивал, а там отрезал полу одежды один раз, другой взял его вещи, которые рядом с ним лежали на земле, чтобы показать. Вот у меня только одно можно было сделать, нанести удар. Да, у меня не было такого желания. И, в общем-то, это про то же, я думаю, да? Да не прости ты, Господь, никогда и сотрет земли память о всем этом роде. За то, что не ведал он доброты, что бедного и нищего гнал, сокрушенного сердцем хотел добить. Ему любо проклятие, так пусть пойдет на него. Благословение немило, так будет оно далеко от него. Пусть проклятие станет одеждой ему. Да войдет, как вода, вот к трубу его, да впитается, как масло в кости его, достанет рубахой на теле его, поясом, что всегда на нем. Так Господь да отплатит врагам моим, тем, кто замышляет против меня зло. Ну, опять, очень жестко, очень лично, да? И, ну, есть такое состояние. Опять-таки, псалтирь — это не портрет человека, каким он должен быть. Это портрет человека, каков он есть. Портрет Бога, каков он есть. Насколько мы можем его изобразить. Портрет человека, каков он есть. Да, мы иногда ненавидим, да, мы иногда желаем зла другим людям, и вот здесь даже всему его роду. Но чем отличается вот эта злоба от такого скрежетания зубами, проклятий и всего прочего, которые часто звучат, а еще чаще в сердце рождаются? Мне кажется, ровно тем, что псалмопевец сравнивает своего врага не с собой, не говорит я хороший, он плохой, сравнивает его с некоторым идеалом. Не видал он доброты, бедного и нищего гнал, сокрушенного сердцем хотел добить. Ну, конечно, меня имеет в виду псалмопевец, но ведь он не говорит меня. Вот как обычный человек устроен. Кто-то у меня что-то отнял, я хочу отнять у него в 10 раз больше. Кто-то меня ударил, я хочу того убить, да? А вот здесь он, Господи, твои заветы нарушал. Ему любопроклятие, так пусть падет на него, благословение не мило, так будет оно далеко от него. В каком-то смысле он говорит здесь, Господи, дай ему то, чего он хочет. Он хочет вражды, ненависти, проклятия. Пусть получит. Я хочу совсем другого, и пусть я получу тоже, да? Здесь есть, безусловно, молитва обвиняющая, обвиняющая, молитва призывающая кары на голову противника. Но я хочу обратить внимание на то, какая-то огромная разница с тем, что даже в нашем мире считается нормой. На кого он руку поднял на меня, я ему отомчу. Здесь, Господи, отплати ему за то, что он бедного и нищего гнал. Вроде одно и то же, разница на самом деле огромна. А мне помоги, Господь, Господь, ради имени твоего. Ты милостив и благ спаси. Я беден, я нищий, душа моя в муках. Я исчезаю, как тень. Прочь стряхнули меня, как саранчу. Подкосились колени мои от поста. Тело мое исхудало. Я стал для людей посмешищем. На меня посмотрят, головами качают. Помоги мне, Господи, Боже мой, по милости твоей дару и спасения. Пусть поймут, твоя рука даровала его. Пусть поймут, что это сделал ты, Господь. Они проклинают меня, а ты благослови. Они напали, пусть будут посрамлены. Не обрадуюсь я, твой раб. Позор достанет одежду у клеветников моих. Пусть завернутся в бесчестие, как в плащ. А я буду громко благодарить Господа устами моими. Среди множества людей восхвалю его. Он стал по правую руку бедняка, чтобы спасти бедняка от тех, кто обвиняет его. Опять-таки, сделаю им плохо, а мне хорошо. Да. Ну, на самом деле, люди очень часто так и молятся. Но, давайте обратим внимание, что пусть поймут, твоя рука даровала его, пусть поймут, что это сделал ты, Господь. Они проклинают меня, а ты благослови. То есть, вновь и вновь в Псалтире вот эта тема Господа, сотые псалмы, я уже говорил, это тема Господа как царя. И здесь, как царя его личной жизни, как царя в его, собственно, каких-то недоумениях, страхах, в его проблемах. И самое главное, он говорит, смотри, Господи, что со мной происходит, сделай так, чтобы люди увидели на моем примере твою благость. Что такое избранный народ? Это не народ, который всегда во всем прав, не народ, который всегда побеждает в войнах, добивается благополучия. В хозяйственной жизни, в торговле всегда получает прибыль. Может получить, может нет. Но народ, на котором мир видит, как Бог милует тех, кто верует в него, как они оступаются, падают, как на них нападают враги, как с ними происходит много всего плохого, но в конечном итоге Бог оказывается на их стороне, Бог оказывается с ними. И здесь псалмопевец говорит, сделай так, чтобы это было со мной. Вот, собственно, и все. Он стал по правой руке бедняка, чтобы спасти бедняка от тех, кто обвиняет его. Вот кто Бог. Вот у нас он царь в Израиле, царь над всей землей, многие псалмы об этом говорят, он поможет победить дометян или кого-то еще, отгонит всех врагов. Но самое главное, он стал по правой руке бедняка, чтобы спасти бедняка от тех, кто обвиняет его. И я бы предложил задуматься, насколько часто мы спустя три тысячелетия или чуть меньше об этом помним, когда, допустим, говорят о Боге, о христианстве, православии, церковной жизни. Вот неважно, обо всех этих великих и прекрасных вещах. Очень часто это история богатых, славных, успешных, которые не замечают бедняков, да? А он стоит по правую руку бедняка, чтобы спасти от тех, кто обвиняет его. Кто несправедливо тащит на суд, кто притесняет, кто не дает положенных денег заработанных, кто отнимает его имущество на дело. Ведь эти истории происходят сегодня, и когда мы зададимся вопросом, а где в этой истории Бог? Он в пышных храмах, он в дворцах вельмож, в каких-то вот церемониях торжественных, в пышных речах о богословии. Нет, он по правую руку от этого бедняка, на которого напали, у которого все отняли, которого судят неправильно, которого обижают. Вот он стоит, чтобы его спасти от обвинителей. И вот там Бог. И три тысячи лет назад об этом уже довольно неплохо знали. Продолжение следует...